Всем привет, меня зовут Степан Кузьмин, я руковожу разработкой в компании Урбика. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как мы используем Mobox GLGS и React для того, чтобы создавать сложные интерактивные интерфейсы с большим количеством взаимосвязанных компонентов и данных. Все ссылки у меня будут в конце презентации, если что. Сначала небольшое отступление. Я хотел бы поблагодарить организаторов и компанию Mail.ru Group за то, что они всех нас сегодня здесь собрали. Это очень круто, что такие мероприятия получаются. И я очень рад, что мы здесь собрались. Надеюсь, это не последний раз. Одним из первых проектов, которые делала наша компания, это редизайн подложки приложения Maps.me. Вот оно на картинке. Это руки нашего директора. Они до Mail.ru дотянулись. Так что с тех пор мы подружились с Mail.ru и все завертелось. Наша компания занимается разработкой инструментов для исследования данных. Мы помогаем проверять идеи и понимать суть больших данных. Мы проектируем интерфейсы, ориентированные на пользователя. Занимаемся разработкой картографических интерфейсов, делаем классные карты и визуализации данных. Также мы занимаемся геоаналитикой. Это сбор, обработка и анализ геоданных. Все картографические проекты в компании мы делаем с помощью использования библиотеки Mobox GLGS. Эта технология позволяет нам тонко настраивать стили отображения и делать крутые интерактивные карты. Mobox GLGS — это джаваскрипт-библиотека открытая для создания современных интерактивных карт на WebGL. Немного о том, как работает отрисовка карты на Mobox GLGS. Карта получает какие-то данные, например, в виде векторных тайлов, применяет к ним настройки отображения, описанные в стиле, и рендерит получившие изображения на WebGL. Векторные тайлы — это аналог растровых тайлов, но вместо готового растрового изображения они содержат описание геометрии и метаданные в каком-то компактном и структурированном формате. Векторные тайлы Mobox кодируются в формате protobuf. Спецификация открыта, есть на GitHub. Векторные тайлы весят значительно меньше, чем растровые тайлы, при этом их можно также кэшировать. При этом векторные тайлы отрисовываются на клиенте, то есть в браузере либо мобильном приложении. И это позволяет динамически управлять их отображением, внешним видом, порядком отрисовки прямо на клиенте. Вся отрисовка тайлов определяется стилем карты. Стиль карты — это такой JSON-объект, который определяет внешний вид карты. Какие данные, в каком порядке рисовать, как они должны выглядеть. Mobox GL запрашивает векторные тайлы для данных, определенных в стиле, и отрисовывает их на WebGL согласно оформлению слоев. Таким образом, в стиле есть разделение на данные и стиль их отображения. Две самые важные сущности — это sources и layers. Sources — это так называемые источники данных. Это могут быть векторные тайлы, это могут быть объекты в виде GeoJSON, растры с высотой, это может быть видео. Вы можете положить видео на карту прям, могут быть обычные картинки. И в стандартном наборе слоев у нас есть какие-то полигональные слои, есть линейные символные слои, когда вы можете рисовать текст либо иконки. Это могут быть кружочки, растры, опять же, слои, либо полигоны с экструдами, то есть которые выглядят как трехмерные объекты. В стиле также можно описывать источники освещения, можно описывать спрайты с иконками, глифы и настройки для анимации слоев. Приведу пример, как создать простую карту с помощью GLGS. Сначала мы импортируем нашу библиотеку, потом мы объявляем токен. Если вы хотите использовать подложку, которую поставляет Mapbox, вам нужно зарегистрироваться там и указать свой токен. Потом мы инициализируем карту с помощью объявления класса. Нам в параметрах создания класса необходимо указать контейнер. Это ID элементов в дом-дереве, куда будет рендериться карта. Мы указываем стиль. Например, здесь используется стиль streets от Mapbox. И настройки позиционирования карты. Это центр и зум. Потом, когда у нас карта зарендерилась, когда она загрузилась, когда загрузился стиль, мы можем повесить обработчик на лот и уже тогда можем добавлять новые данные, новые слои и какие-то дополнительные контролы. К примеру, так вот выглядит отрисовка карты в простейшем виде. Для того, чтобы уменьшить сложности и упростить разработку интерфейсов, мы в компании используем React. Мы делаем сложные проекты с визуализацией больших данных. Например, не так давно мы делали проект, такой набор инструментов для анализа транспортных потоков для департамента транспорта Москвы. Аналитики использовали эти инструменты, в том числе для планирования новой маршрутной сети Магистраль, которую запустили в центре Москвы. React позволяет нам описывать сложные интерфейсы с большим количеством взаимосвязанных компонентов и пользовательской логики в удобном и декларативном виде. Вот если мы посмотрим на то, как работает Mapbox GLGIS, мы поймем, что это довольно императивный API. Для того, чтобы инициализировать карту, нам нужно знать ID элементов в домдереве. Мы должны ручную вешать обработчики на события, мы должны вручную добавлять какие-то данные. Мы можем обновлять эти данные, получая их через GetSource. Также мы можем добавлять слои императивно через instance-карты, устанавливать свойства слоев, устанавливать отображение этих слоев и добавлять какие-то контролы. Это императивный API, и проблема в том, что он добавляет сложности при разработке декларативных интерфейсов на React. В начале мы всегда делали кастомные решения для каждого конкретного проекта. То есть мы писали код, заворачивали код на Mapbox GLGIS в отдельный React-компонент в каждом проекте, который реализовал необходимую нам логику. Поддерживать такой код становилось сложно, и когда мы обнаружили баги, их приходилось править в нескольких местах. И так мы поняли, что нужно искать уже какое-то готовое решение. На тот момент, это был 2016 год, уже было несколько готовых решений, которые использовали Mapbox GLGIS в React, это был компонент от Uber, самый популярный, и еще один компонент от британского разработчика Alex от 3165. К сожалению, эти компоненты нам не подошли по некоторым причинам. Например, компонент от Uber, который по-прежнему сейчас самый популярный, это очень большой и сложный проект. Я не люблю большие и сложные проекты, поэтому люблю делать очень маленькие проекты. Он был разработан для того, чтобы решать задачи для кастомных визуализаций внутри компании Uber. К тому же на тот момент он не умел работать с Create Reactап без плясок с бубном, там не было поддержки и сервер-сайт-рендеринга из коробки, и он был на самом деле тяжелый, то есть он сейчас весит 200 килобайт в пожатом виде, они запаковывают туда саму библиотеку Mapbox GLGIS, и если ее убрать, он все равно продолжает весить 50 килобайт, и это много для фронтенда. Компонент от Аликса нам тоже не подошел. Мы используем Flow, этот компонент написан на TypeScript, и на тот момент там была довольно слабая типизация. К тому же он был довольно сырой, там не хватало многих компонентов в стандартной библиотеке, и он все еще как бы весил 15 килобайт. Мы знаем, что можно всегда сделать меньше. Поэтому мы решили разработать свой компонент. Он называется Urbica React MapGL. Мы хотели создать наиболее простую обертку и максимально полно повторить императивный API Mapbox GLGIS в декларативном виде. Наша библиотека имеет декларативный API. Она обладает максимально похожим API на то, что мы использовали в Mapbox GLGIS. Все компоненты есть из стандартной библиотеки. Его очень легко расширять, и он весит всего 6 килобайт. Красота. Сейчас я покажу, как это выглядит примерно. Сначала мы импортируем необходимые нам компоненты из библиотеки. Потом мы объявляем компонент MapGL, в котором будут рендериться карты. Мы указываем стиль, например, тот же самый стиль с улицами. Указываем настройки позиционирования карты широту и долготу и зум. После этого мы можем в качестве дочерних элементов в карту передавать необходимые нам данные, слои и контролы. Красота. Итак, сейчас я расскажу о проблемах, с которыми мы столкнулись, когда разрабатывали наш компонент. В прошлом году на конференции Locate один из разработчиков Mobox GL.js провел в твиттере опрос о том, какие проблемы чаще всего встречаются при интеграции React и GL.js. По результатам опроса самая популярная проблема у разработчиков это трудность синхронизации состояния камеры и состояния приложения на React. Из-за того, что у камеры есть внутреннее состояние, получается ситуация, когда у нас есть несколько источников правды. То есть внутреннее состояние карты и внутреннее состояние приложения. Вторая по популярности проблема была в том, как описывать данные, слои и контролы в качестве дочерних компонентов. Дочерние компоненты должны иметь доступ до инстанса карты. То есть его нужно как-то передавать в дочерние компоненты. Кроме того, для того, чтобы добавить слой на карту, у него уже должен быть определен слои, то есть источник данных. При этом вы не можете удалить из карты источник данных, если его используют уже какие-то слои. То есть нам важен порядок и монтирования, и отмонтирования дочерних компонентов. Также у разработчиков часто возникала проблема с расширением функциональности, то есть интеграцией каких-то дополнительных плагинов и контролов. И мы столкнулись буквально со всеми этими же проблемами. Сейчас я расскажу, как мы их решали. Итак, проблема нескольких источников правды. У карты есть камера. Ее состояние описывается несколькими свойствами. Это положение камеры в пространстве, ее долгота, широта, зум, наклон и поворот. Пользователь может взаимодействовать с картой, он может ее тянуть, он может ее зумить, поворачивать, наклонять и при этом менять состояние камеры. При разработке приложения обычно возникает необходимость сохранять состояние камеры внутри приложения для того, чтобы как-то реагировать на пользовательское поведение. То есть нам нужна какая-то логика, чтобы реагировать на то, как пользователь работает с нашей картой. И получается, что у нас есть два источника правды. Это внутреннее состояние камеры и внутреннее состояние внутри приложения на реакте. Это всегда плохо и чревато рассинхронизации состояния, когда у нас состояние камеры не совпадает с состоянием внутри приложения. Для того, чтобы решить эту проблему, мы использовали такую незадокументированную фичу как original event. Если событие изменения состояния камеры было вызвано пользователем, у события есть свойство original event, которое нам говорит о том, что состояние было изменено пользователем. Если состояние камеры было изменено программно, этого свойства нет. Таким образом, мы вешаем обработчик на все события, на все окончания события типа move-end, drag-end, rotate-end, pitch-end и при этом в обработчике проверяем наличие original event в этом состоянии. Если свойства есть, то мы вызываем callback on viewport change и говорим нашему приложению на реакте о том, что пользователь изменил состояние. Теперь можно его обновить внутри приложения. С другой стороны, когда меняется состояние внутри приложения на реакте, мы сравниваем новое состояние внутри компании didupdate с состоянием камеры. Если они не равны, то мы обновляем состояние камеры с помощью методов инстанца карты. Это нам решает всю проблему с множественными источниками правды. При этом у карты есть свойство viewport change method, который позволяет нам указать способ изменения внутреннего состояния камеры. Это свойство может принимать свойства jump to, east to и fly to, то есть мы можем, когда программно мы поменяли там широту и долготу, мы можем либо перепрыгнуть на новое место, либо мы можем плавно к нему подъехать, либо плавно подлететь. Далее. Как вы заметили, наша библиотека позволяет объявлять данные слои и контролы как дочерние компоненты. Мы к этому пришли не сразу. Сначала мы делали таким образом. У нас не было дочерних компонентов вообще. У нас был только один стиль, который мы передавали внутри карты как JSON объект. Для того, чтобы добавлять туда дополнительные слои и дополнительные данные, мы фетчили стиль, который предоставлял нам, например, mapbox в виде JSON объекта. Его расширяли, добавляя туда новые сорсы, новые слои, заворачивали все это в immutable.js и передавали уже в карту. Ну и как бы на каждое изменение этого объекта карта у нас перерендерилась. Такой подход очень удобно использовать с редакцом. Вы можете написать селектор для стиля, который будет собирать его из состояния вашего приложения и передавать его напрямую в карту. Immutable.js мы использовали для, подглядев в компоненты от Uber, естественно, мы его используем для того, чтобы быстро сравнивать, что изменилось в стиле. Immutable.js — это библиотека от Facebook, которая позволяет вам писать неизменяемые данные на JavaScript. И это позволяет нам быстро сравнивать сложные объекты, потому что они сравниваются только по ссылке, а не по всему значению. И позволяет быстро находить дифф между стилями, то есть что поменялось. И получая дифф от нового и старого стиля, мы можем быстро обновить что-то в карте. Потом изменение стилей с помощью диффа добавили в ядро библиотеки Mapbox GL.js. Из Facebook ушел Core Contributor Immutable, и мы решили его выпилить из библиотеки. И в итоге мы не потеряли ни в скорости, ни в производительность еще улучшили это тем, что у нас теперь пользователь не вынужден таскать с собой дополнительную зависимость, чтобы как-то работать с нашей картой. Потом мы поняли, что использование дочерних компонентов сильно упрощает и читаемость кода, и решили добавить возможность объявлять данные и слои как дочерние компоненты. Примерно так это выглядит, то есть мы можем объявить карту и туда прокинуть дочерними компонентами все необходимые нам данные. На тот момент React Context API был еще в состоянии эксперимента, и поэтому мы при рендеринге карты проходились по всем дочерним элементам и расширяли их, добавляя дополнительный проб с инстансом карты. В принципе это работало, но мне не очень нравилось. И как только React Context API стабилизировали, мы сделали новый компонент MapContext, в котором уже хранили доступ до инстанса карты. Примерно так это выглядит, мы объявляем компонент контекста, внутри метода рендеринга карты мы объявляем компонент MapContextProvider, в котором храним инстанс до карты, и уже в любом дочернем компоненте мы можем использовать MapContextCosumer, который сохраняет ссылку на инстанс карты внутри самого инстанса класса дочернего компонента. К тому же такой подход позволяет легко расширять библиотеку новыми компонентами, которые могут переиспользовать инстанс карты. Так, когда мы перешли на отрисовку слоев как дочерних компонентов, у нас возникла проблема отрисовки, проблема порядка отрисовки дочерних слоев. Каждый раз, когда вы добавляете на карту новый слой, по умолчанию он добавляется поверх уже существующих слоев. Таким образом, когда вы удаляете слой и добавляете его снова в то же самое место, он рендерится не там, где вы ожидали, а сверху, всех уже добавленных. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно упорядочивать слои при каждой отрисовке дочерних компонентов. Для этого у нас есть утилитарная функция Normalize Children, которая проходится по всем слоям и проставляет им свойства before, либо берется свойство before, которое было указано пользователем, либо берется id-шник следующего слоя. Таким образом, мы упорядочиваем все слои на этапе рендеринга дочерних компонентов. Удаление источников данных. Кроме порядка добавления слоев, важен порядок отмонтирования источников данных. Вы не можете удалить с карты источник данных, если его используют какие-либо слои. Мы решаем это с помощью удаления из карты зависимых слоев при удалении источника данных. Сначала мы достаем из карты все слои, потом проходимся по всем слоям и смотрим, если у нас есть слой, который использует этот source, мы его удаляем. И потом уже, когда мы по всем слоям прошлись, мы можем удалять спокойно этот source. Это работает все в порядке. Сейчас я быстренько пробегусь по тем компонентам, которые уже есть в нашей библиотеке. У нас есть, естественно, компонент source, который описывает источник данных. Он принимает свойства type, в котором есть свойства type может принимать свойства любых сорсов из оригинальной библиотеки. Это может быть вектор, это может быть геоджейсон, это может быть растер, видео и имидж. Меняются только дополнительные свойства. Мы разруливаем эти проблемы, которые могут возникнуть, когда вы передаете разные свойства с помощью типизации. У нас используется flow. Также у нас есть компонент, описывающий слой. Лейер, он работает точно таким же образом. То есть мы взяли просто оригинальную библиотеку и перевели ее на декларативный вид в реакте. У нас есть также type, есть id, source и type может принимать также типы line, circle, fill, символ и так далее. Еще у нас есть компонент, который описывает кастомный слой. В отличие от обычных слоев, custom layer имеет доступ до WebGL контекста карты и всегда требует своей реализации. Этот компонент позволяет нам переиспользовать в наших проектах компоненты из библиотеки DeckGL. Вот в этом примере мы объявляем scatterplot layer, импортированный из DeckGL и добавляем его с помощью custom layer в нашу карту. Все работает отлично. Также у нас есть все контролы из стандартной библиотеки. Это control attribution с копирайтами, fullscreen control, control geolocate, navigation. Недавно к нам пришел pull request, в котором мы добавили language control. Это контрол, который позволяет вам менять язык подложки карты. Так, еще у нас есть компонент feature state. Этот компонент позволяет вам определить состояние определенного объекта в источнике данных. Это очень удобно, допустим, использовать для интерактивной стилизации объектов на карте, например, для ховера. То есть вы можете просто добавить в качестве дочернего компонента feature state, в котором будете указывать из вашего состояния какой-то ID-шник какой-то фичи, указываете source, в котором эта фича лежит, и новое состояние для этой фичи. И каждый раз, когда у вас пользователь наводит мышкой на определенную фичу, вы меняете ID-шник фичи в состоянии, и она у вас подсвечивается на карте. Также у нас есть компонент pop-up базовый. Вы можете туда передавать все настройки из стандартного pop-up в стандартной библиотеке. И в качестве дочернего элемента вы можете передавать туда какой-то children, который будет рисоваться внутри pop-up на карте. Также у нас есть компонент marker. Работает так же, как pop-up, за исключением того, что там нет никакой обертки вокруг этого компонента. Вы можете передавать туда внутрь тоже любым дочерним элементам какой-то компонент, который будет рендериться на карте в указанных координатах, например, svg. Также у нас есть компонент cluster. Он в отдельной библиотеке сейчас. Он позволяет вам кластеризовать маркер на карте. То есть часто возникает такая проблема, когда у вас есть какой-то набор данных в состоянии приложения, и вы хотите отрисовать, допустим, маркер на карте, и вы хотите их кластеризовать. Для этого вы можете рендерить маркеры в виде списка из вашего состояния, завернуть это в компонент cluster, и они будут у вас кластеризоваться. Настройки меняются, кластер обновляется, маркер обновляется, все рады. И последний компонент, про который я хотел рассказать, тоже недавно зарелизили, это компонент draw. Это реакт-обертка вокруг библиотеки Maboc.jl.draw. Он также декларативно повторяет императивные IP оригинальной библиотеки, и также просто им пользоваться в состоянии хранить какие-то данные, кладете в карту наш компонент, прокидываете туда данные, и через callback вы можете получить информацию о новых данных, когда их пользователь отредактировал. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Рады быть услышан папоросы. Спасибо. Раз, раз, раз. Раз, два, три. О, заработало. Итак, сейчас тебе будет тяжело. Тебе нужно будет не только запомнить, не только отвечать на вопросы, но и запомнить лучший вопрос, вот чтобы тебе не забыть. Держи его. И мы начинаем с первого вопроса. Можно спросить, то, как вы решаете проблему мерджа данных векторных тайлов с данными непосредственно, чтобы как-то их раскрасить, допустим. То есть, ну, вы, ну, вот в рамках вашей библиотеки, допустим, как это решается? Мердж данных и состояние с данными в векторных тайлов. Вот есть векторные тайлы, и они приходят в виде чистой геометрии, а у нас есть данные, которые как-то должны раскрасить эти данные. Как с помощью вашей библиотеки можно решить эту задачу? Смотри, есть данные, есть стили. То есть, одно это данные, другое отображение этих данных. Можно я просто пример приведу? Вот на сайте Mabox есть пример, который мне очень не нравится. Он так называется Join Vector Tiles с какими-то данными. Они предлагают, как раскрашивать? Они предлагают в соответствии с каждой фичей по ее ID и ставить цвет. Если у тебя фич там больше тысячи, у тебя получается массив из двух тысяч элементов. Потому что там указываешь на ID и цвет. Есть ли какой-то более эффективный способ это делать? Эффективный способ раскрашивать фичи? Ну, на самом деле, нужно смотреть по ситуации, потому что так сходу сложно сказать о примере в вакууме. Ну, да, если ты хочешь раскрасить 2000 фич, чтобы у каждой фичи был какой-то отдельный цвет, тебе придется в слой и генерировать вот такой вот список соответствия цветов по разным фичам. Ну, это можно сделать программно. То есть ты можешь всегда сгенерировать этот объект в виде стиля и подпихнуть его в Paint Properties условия, и это будет работать. То есть если у тебя есть какой-то способ однозначного соответствия ID-шника фичи и цвета, ты можешь это описать в виде алгоритма, пройтись по всем фичам, и у тебя это будет работать. Переходим к следующему вопросу. Прошу. Вопрос про то, как общаются. Вот у вас, как я понимаю, есть внешний компонент, который содержит все состояние, который рисует карту, и вы туда передаете, вы позволяете допередать компоненты, которые являются контролами, и, как я понимаю, они общаются через контекст. Да. Думали ли вы про то, чтобы этот внешний компонент передавал, использовал render callback, и тогда можно было бы, он бы передавал состояние, и внутри рендерить почти что угодно, используя как раз состояние внешнего контейнера. Да, я понял. Да, есть такой способ в рендеринге дочерних компонентов в React, как render callback, когда мы в качестве ребенка передаем функцию. Да, это бы работало, но это выглядит не так красиво. Это, на мой взгляд, менее удобно читать, плюс можно же то же самое сделать с помощью React-контекста API. Я не вижу причин, почему бы так не сделать. Наша библиотека экспортирует компонент с map-контекстом, и любой потребитель нашей библиотеки может импортировать этот контекст, написать свой компонент, и у него будет доступ до инстанса карты. Или сделать свою обертку под вашей библиотекой, чтобы использовать разные способы. А, коллеги, еще вопросы? Еще вопросы? Да, прошу. Я просто еще хотел спросить. Я недавно столкнулся с такой проблемой, что событие клика в уберовской React-мап-джел имеет дилей в 300 миллисекунд. Да. Зачем? А у вас он есть? Поубивал бы. Нет, у нас нет. К тому же, в отличие от уберовского компонента, еще пользователи нашей библиотеки нам пишут и радуются, что в нашем компоненте вы можете прокинуть обработчик клика, и в этом обработчике у вас будет отрабатывать query rendered feature. То есть вы можете повесить клик на карту, и вы будете получать фичи, по которым вы кликнули. То есть очень жалуются в убере, что ну как мне получить карты из фичи. Вот, пожалуйста, найдите. Так. У нас еще есть слоты под пару вопросов. Прошу. Вы могли бы рассказать подробнее про языковой компонент? Да. На чем он основан и как работает? Да. В стандартной библиотеке у Mabox на GitHub есть компонент language control. Это, по сути, просто плагин для Mabox GLGES, который меняет в стиле язык, который используется для рендеринга подложки от Mabox. То есть наш компонент просто заворачивает эту библиотеку и передавая туда проб с языком, вы можете в вашей базовой подложке от Mabox просто переключить язык. Карта рендерится по дефолту на русском, пожалуйста, на французском, пожалуйста, на узбекском, пожалуйста, на суахили. Ну, то есть просто языки находятся в подложке от Mabox. То есть он меняет только то, что уже есть в данных на карте. Коллеги, и давайте последний вопрос. Кто хотел задать последний вопрос? Да, прошу. Спасибо. Умеет ли ваш компонент сохранять instance? Сохранять instance? Куда? Зачем? Есть такая пропса, по-моему, у Uber, что он, или у своей библиотеки, я точно не помню, что если ты unmount, он все равно умеет сохранять instance, чтобы потом при новом маунте компонента снаружи уже не происходило заново. Я понял. Нет, нету. 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 Зачем? Итак, аплодисменты нашему спикеру. И вот теперь у тебя по-настоящему сложная задача, кому мы вручаем это. Оно прикольное. Прикольное. А вот, кстати, последний вопрос, да, хороший, про instance карты. Про instance. Справедливо. И аплодисменты тому, кто получает прикольный термос.